Данное видео созданное в развлекательных целях, все показанное сегодня по Гибройзу. Не имею возможности, но сегодня это делать буду не я, а Димочка, которому я, кстати, ребятки, создал канал и ссылка на него будет в описании. И второй человек будет Артур, подписчик. Они будут соревноваться. Мы сегодня устраиваем челлендж. Кто круче находку найдет, ну вообще в целом, кто круче сегодня находки на помойке найдет, тот получит 5000 рублей от меня лично на карту прям сразу. Ну и плюс тот, кто выиграет, забирает находки проигравшего. Понимаете? И теперь встречайте моих волков, вот они здесь. Я уже кузи, я уже кузи. Это Артур, мой подписчик. Он живет в этом районе и с радостью откликнулся, ответив мне, написав мне в директе инстаграма. После того, как я сделал клич, где искал подписчика для съемки этого видео. Артур никогда не рылся в помойках. Он сегодня проверит себя на прочность, испытает себя кормилицами. Ну и Дима, вы его все прекрасно знаете. Дима, как его канал назвали? Дима Залутинь. Дима Залутинь, ребят. Ссылочка на его канал будет в описании. Теперь у Димы есть канал. Залутинь. Да заебись. Но он немного расстроенный. Вы проголосовали именно за так назвать его канал, а он из-за этого расстраивается. Да пойдет. В общем, Дима, расскажи, что ты сегодня ждешь от сегодняшнего дня? Какие находки ты хочешь найти? Не знаю, что будет, то будет. Как помойка дает, да. Чебе там вынос? Ребят, там тупо топовый вынос. Мы пока тут стояли, настраивали камеру, женщина вот эти коробки вынесла. Сейчас пацаны будут драть. Так, Артур, расскажи мне, пожалуйста, ты уверен сегодня в своих силах, что ты победишь Диму? Да. На сто процентов? Я уверен. Ну расскажи, почему ты вообще согласился на данное мероприятие? Потому что мне... Я штаны пасы порвал. Кстати, да. В общем, главная цель у тебя на сегодня найти штаны. Да. Ты выиграешь, но не найдешь штаны, ты купишь штаны. Куплю. За 40 гривен штаны, блядь. Да. У Димы здесь не вас не могу. Ну, помоечку одевают, в этом не сомневайся. Так что вылазьте, волки, сейчас будете драть кормилицы. Ребятки, пацаны уже готовы. Кстати, Артурчик, покажи свою матьню, а то, может, кто не верит, он реально сегодня штаны разорвал. Вот. Там вам привет передают. Обязательно, ребятки, подпишитесь на канал. Также напишите в комментариях, как вы думаете, кто победит в этом челлендже. Ну что, пацаны, готовы? Я даю сейчас им отмашку, и время действовать. Первое кормили. Димы, димы. Пацаны, вы готовы? Я готов. Ну давай. Файт. Не, ребят, у пацанов тут сразу находки. Просто вы нас с хаты топовый. Все, достал. О, нифига, что это за чехол? Зацените, какой-то чехол. Это для машины, наверное. Показывай, все на камеру. Так, что у меня? Лабутены. Ой, а это что? Ребят, это для массажной кровати. Это тупо денег стоит. Это для массажной кровати. Подлокотники, подголовники для массажной кровати. Мы находили такую. Это все новое, чувак. Это берем. На, забирай. Это все твое. А ты что стоишь? Все, в порядке? Ничего себе. Так, что у меня тут дальше? О, да, вынес. Канал с хлебом на YouTube. Топ-кантер. Прибрать и самым готов. А? А мы не сорим, мы это уберем. Когда? Когда. Кто сорил? На взрывай, блядь. Кто сорил? Он или я? Я именно? Неправда. Не может быть. Не может быть. Не может быть. Всегда убираешь за собой. Так, фетерстский наборчик. И друзьям говорю, чтобы не сорили тоже. Очки нашел? Бомба. Без одной душки. Одной. Ну, без одной душки это плохие очки. Набор для фетерстиста. Я думаю, что все самое сладкое на дне. Див. Все самое вкусное по-любому на дне. Кстати, вот эти штуки, ребят, вот эти штуки, это вот от какого-то кресла и вот от него. Смотри, что делают. Это лютый замес, ребят. Это лютый ауф, лютый замес. Когда устроился на работу в Телефири-клаб. А что это? Это ролики? Дима что-то несусветное, неведанное нашел. Я не понимаю, что там внутри. Это мусор, чувак, 100%. Все. Все, Дим, вот второй бак. Что там галяк конкретно? Все проверил? Да. По моим наблюдениям, Дима лидирует. Вот эти вот штучки нашел. Подлокотники, подголовники. Ну, это прям бомб. Сапоги за находки не считаются. Берите все, что можно продать. Все самое ценное. О, я вывод достал. Мыль на рыль, да? Все, Артур, ну расскажи первые впечатления. Как тебе? Я планировал найти за 10 кофе, что нам придется найти за 20. Лад. Показуем вынос. Тут, ребят, целый пакет мыль на рыль. Тупо целый пакет мыль на рыль. Вот это нормально. Какого первого электродика? Нифига себе. Ребят, ну, походу, Дима его сделает. Новый Айкос современный. Или что это? Ну, лутень ты даешь. Я в шоке, ребят. Сейчас посмотрим. Самая цель. Чего? Снимай его. Потом покажешь, пусть со мной. Или нет? Нет, вроде серебро или бижутерия. Я не вижу так. Это все теперь в пакет складывается. Ребятки. Давайте пока посмотрим. Это Айкос, что он нашел. Да, реально настоящая Айка. Смотрите, вот в чехле. Но тут, мне кажется, чего-то не хватает. Дим, тут крышечки не хватает. Тут вот у этой штуки должна быть крышечка. Ищи крышечку. Сверху одеваю. Давай. Чего-то медленно лутает очень. Что? Не его. Игорь. Игорь, давай. Артур, Артур. Да. У него интересов. Артур, кайтырь. Это в интересах Артура. Артур, кайтырь могут стать твоим. И находки все Диму, если ты выиграешь. А у Дима тоже уже топ находки нашел. Ребятки, давайте планшет посмотрим. Пусть они пока там роются. Смотрите, какой планшет. Планшет. Векстер. Короче, можно язык поломать. Это, наверное, все-таки книга. Или, ну, похоже на электронную книгу. Книга, да. Да. Но она не включается. Наверное, севшая. А не, вот тут кнопка включения. Так, все. Вроде с этой закончили. У меня тут ювелирочка. Это на камеру говорили. Ну, Плутин молодец. Плутин лидирует. Короче, вот ювелирка. Бижутерия. Надо посмотреть, что тут от чего. Крышечку не нашел от Айкоса? Нет. Ты пиццу нашел? Дай мне пиццы. Нету пиццы? Нет, хочу пиццы. Чего он тут? Ха. Да где это? Чего он? Так, пацаны, главное не мусорить. А то тут женщина сказала, что я мусорю, я вообще всегда за собой убираю. Ну, может было пару раз, но это было редко. И я вообще всегда за собой убираю, вот. И не надо мне тут рассказывать. Там больше делать нечего. Все, что... Печально, я думал, получше будет. Для первого... А, это все уже нашли. Хочу сказать. Я думал, что-то найдется. Ничего интересного, кроме какашек, нету. Богдан любит как и ш... Лутин в тебя пошел. Согласен. Это на время. Сейчас я откалибруюсь. Давай, давай. Ребят, ничего страшного, реально. Вот он сейчас откалибруется. Он просто... Это первая помойка в его жизни. Но все бывает впервые. Вторая кормилица будет, я думаю, покруче. Ты, главное, видишь, не тупи, тут важна реакция. Да? Как у кобры. Видишь находку сразу? Фу! За ней, понял? Как Дима, ты видел, как налетел? Ну, хотя и ты коробку взял, и он. Просто ему повезло, что у него там были покруче находки. Ты что нашел сейчас? Я нашел на мелочи, там показывают. А ты взял, достал? Нет, он не взял. А прям взял. Там пулаки. Ты пью обрезки. А, нет, это ботинки. Две пары сапогов. Сапогов. Женских. Да. Но это шляпа, поэтому можно не брать, да. Дихи таятся. А теперь, ладно, ничего, не расстраивайся, короче. Тебе повезет, я думаю, по-любому. Это ж только первое. У нас их будет дофига, ребят. Лутаться будем до темноты. Сейчас еще светло. Сейчас Дима покажет вам свои находки. Надик, показывай. И вот у тебя какой-то пакет, анбоксинг пакета тоже. Ну, анбоксинг пакета интересного обязательно надо сделать. Ну, вот эти вот чехольчики я бы забрал бы себе на игровое кресло бы прицепить. Киберспортивные чехольчики. Для начала начинаем с бижутерии. Вроде не золото. Сразу пакетик, чтобы не растерять. Айкос. С Type-C, но без крышки. Чехольчик от машины или от чего, не знаю. Это от какого-то массажного кресла. Там коробка от него валялась. Короче, чехлы от массажного кресла. Это еще под вопросом, сможешь ли ты это продать. Дальше. Что в пакете? Нижнее белье женское. Это я смогу продать. Вот с какашечкой. А что это? Нижнее белье? Зачем? Фетишисты покупают. А может ты для себя это оставишь? Это не для тебя, да? Нет. Но мы реально собираем. У Димы есть покупатель. Он покупает женские трусики нюхательные. Там помои. Помои? Ты уверен? Банка. Ну это мусор завернули. Ладно. А дальше что? У тебя целый пакет мыльно-рыльного. Давай его сюда. На стол. Вываливай. О, это же рот полоскать после зубы. Там фонина какая-то. А может сюда нассали. А то цвет мочи реально. Электронная книга, ребят, целая. Мыло, планшет, заполаскиватель для рта. Нифига себе. Мыло-то топовое вообще. Ребят, посмотри. Остальное мусор... А вот это мыльце, ребятки, как вам? Косметик. Эль Косметик. Моглинист. Мыло вот такое вот. Это дорогое. Смотрите, что-то уже свешачок. Ты эти лабутены будешь продавать, нет? Да, лабутены возьму. Сезон лабутенов. От массажного кресла детали. Нужно не забирать, твое мнение, эксперта. Я думаю, ты это не продашь. Но если только поймешь, от какого конкретно массажного стола. Это для массажного стола. Но я думаю, взять можно. Это можно кастомизировать. Это топовые для Жигуля будут подлокотники в машину. Вот сюда прицепить. И классно. А вот это тоже мне надо. Это подушечка для жопы. Но я тебе врю, ты это сможешь продать, поверь. Только тебе придется долго сидеть в угле. Так, это не надо. Лабутены не будешь брать? Эти нет, а вот эти да. Вот эти целенькие. Так с камерой покажи. Надо все так показывать не спеша, медленно. Смотрите, ребят, какое состояние. Их кто-то в Париже носил. Видите, Париж написал. Они вообще как новые. На. Ну нормально, ребят, неплохо. Первая помощь подарила много выносов из хаты. Я, конечно, ожидал, что чуть побольше найду. Но Дима просто реально поопытнее. Он понимает, где вынос, а где повседневный мусор. У меня пока нет такого понимания. Ну ладно, следующие по моечке посмотрим. Я глядел на него, выучил уже, как он занимается. Эффект кобры, не забывай про него. Эффект кобры, тут важна скорость. И, ребятки, ссылочка на Артура инстаграм, девушки, там, женщины, кому понравился, в описании, ребятки. А мы идем на следующую кормилицу. Ах ты! Ребятки, заруба века просто нереальная. Мы на следующую кормилицу. Только подошли. Пацаны готовы все разрывать. Я делаю ставки сейчас на Артура. Все-таки надеюсь, у него получится хоть сейчас что-то найти. Так, и погнали, первый у нас, Дима. Опа, я уже сразу вижу термосовет. И продастся на барахолке. Берем. Филлер. О, да ладно, филлер, ботинки. Бери, чувак, дорогие. Пацаны, ботинок у меня, не деритесь. Ребят, только торпиллер вообще нормальный. Тяжелый. Они дорогие, пипец. Второй ищем. О! У меня уже новая, хорошая, для работы. Три кота, вторая кейка, всегда до близкости. Когоракон у меня. Когоракон у меня. Когоракон у меня. Он гелик нашел. Штаны. О! Собоечка дарит выбор. У меня пипец. Что у тебя конь? Это конь. Это настоящий конь? Это его голова, не настоящая. Это советская, да. Или что-то такое на стенку. Фляга для алкашки слишком мужской. Блядь, на новой, ну ебаный в рот. Ничего себе, фляжка. Слишком мужская для тебя, пидор. Что? Осуждаю. Осуждаю. Ну хз, не осуждаю. О, у меня алкаша. Это соевый соус. Блядь, не знаю. Дим, ну голова коня, это просто такие. Не знаю, с чего она сделана, но выглядит как-то... Как настоящая. Да, интересно очень выглядит. Офигеть, это топовая тема. Мы в гараже повесим. Дим только победит челленджер. Ребят, я очень хочу, чтобы он победил, потому что если он проиграет Артуру, Артур все его находки заберет. Но эта битва непредсказуемая, потому что исход событий может решиться прямо сейчас. Ролики? Ролики? Это ролики на руке. Я не жду зэпэ. О! Лифчик один. Вот, я видел его. У тебя ботинки. Че, Тим? Че, ботинки. Сливчик. Это пиво. Вон еще просто так где-то. Гелик, резина новая. В хорошем состоянии. Ну не в хорошем. Двери открываются. Был бы настоящий бы он, вот это была бы тема. Ну, че, не хочешь возьми? Ну, завелся убитый. Ну, мне нравится гелик этот. Я хочу гелик. Говори там, я в гостке. Мои забирает? Лифчик отдай. Ботинки кожаные. Давай. Лифань. Лиф, выкиньте обратно, вы его порвали. Штаны. Ну, жопа чуть-чуть. А, это такое. Они так сделаны. Бренд Basic Mossmore. Не знаю, новые. Ты можешь носить или не будешь? Конечно. Реально тебе нравятся они? По-моему, они женские только. Как по-моему, шляпа какая-то, они женские. Не, они мне тогда вряд ли в талии сядут. А вот эти, может быть. Это Шрек какой-то. Как Чарель, это дорогой бренд. Это да. Это я с ним знаком, на помойке познакомился. Как Чарель. Но это бренд хороший. Посмотри, целые. Это мужские классические они. Матня целая. Целая. Нормально. Вот это уже находка. Все, пойдет. А вот эти? Не, ну они вот тут раны. Ты что? Да, они протерты уже все. Да выкинь. Да выкинь. Хуя-то нахуй. Это шляпа. Так, ребят, ну это получается у нас вторая или третья помойка, я не помню. Но, как вы видите, Дима опять лидирует. Я в шоке. Я не знаю, почему. Я думал, тут дело в везении, а походу реально в опыте. Но мы это еще увидим. Все. Голова вот эта. Покажи, Кат. Катарпиллер. У, все. Закончился. Катарпиллер уже куда? У них все. Уже на пенсию пора. Она это, как копилки делают. Керамическая. Керамическая, да. Как она не разбилась? Вот ее выкинули, а она не разбилась. Надо нам ее нести как-то аккуратно. Капец, так это дорогая вещь. Я думаю, ее на Авито можно продать тысячи за четыре. Ее только, она коцаная немного. Вот смотрите. Коцки, видите? Ее только подкрасить на... Я крабик, кстати. Крабик я. Красненький, недоваренный. Да, ребятки, не каждый день на помойке находишь лошадиную голову. Да еще такую дорогую. Посмотрите, сколько она стоит. Шесть с половиной тысяч рублей. Это капец как много. Я думаю, Дима на ИСИ сможет продать ее за пятерочку. Поэтому помоечка дарит прибыль. Да, Димас, сильный ты соперник. Что-то я недоценил тебя. Ну не знаю, что на это сказать. Ладно, сейчас посмотрим. Захочешь выиграть на помойке, придется сильно ее лутать. Ладно, посмотрим. На третьей все понятно будет. Уже сделаем гандит конкретный. Ну если третья не окажется голяк. Только если у тебя. Не знаю. Я уже с отсчетом сбился, какая-то кормилица. Ну, примерно пятая. Пацаны. Пока они ищут находки, я вам тоже находку покажу. Посмотрите, какой топовый скворечник тут стоит. Скворечник, ребят. Вот это топовый скворечник. Из него можно сделать многоквартирный скворечник. Сделать в нем очень много дырок просверлить. И в нем будет, как в обычных советских домах, много скворцов жить. Скворечники, скворчать они там будут. Галяк. Завоняло. По-моему, как в галяк. Печально. Мне надо играться точно. Еще отыграешься, я уверен. Отлично. Видишь, тебе как круто. Ты можешь самый первый видеть топовый контент на кормилице. Вживую. О. Еще один. Еще, наверное, нет. Не еще один. Ну, что, стой, смотри. Или ты хочешь сфоткаться. Ну, я уже сфоткался. Ну, тогда не надо. Тогда смотри. Но не вздумай вот за нами повторять. Понял? Да. Это вот руку, думаешь, где я повредил. Мойка. Ну, сломал палец об помойку. Да. Разозлился на нее и сильно ударил по ней. Ага. Ну, вот спицы вставили мне. Ага. Ну, ладно тогда. Ну, наблюдай тогда. Ну, не вздумай повторять тебе. Понял? Да. Так, ну, ладно. Мы, с твоего позволения, пойдем снимать. Хорошо. Ребятушечки, вот следующая кормильница. Волкина готовит. Да. Ты что-то хотел Диме сказать. Говори. Дим, смотри, чтобы эта помойка не стала для тебя последней. А может, она для тебя станет последней? Сейчас мы это и выясним. Ну, сейчас подожди, стояночка. Дима, спустись. Это не по правилам. Тяжело. Фух. Сейчас. Так, мужики, поактивней, поактивней. Поактивней, поактивней. Активней. Активней. Ты, у меня там... Что у тебя? Я думал, немножко круглая вещь. Расломанный зонтик, ремень. Так, женское белье. Коробка от Чирона. Коробка от Чирона. Какого Чирона? А может, и да. Она пустая. Ты что, дебил? Извини, я привычно... По пальцу ударил, блин, заболел. Она пустая, Дим. Да вес имеет, вроде. А может, эти, какие-то прокладки. Не, она пустая. Даже тайм-си кабеля нет. Что же, Галя? Как так-то? А как жить так-то? Идем на следующую кормилицу тогда. Ребятки, очередная кормилица. И пацаны хотят ее драть. Я уж тут ничего с этим поделать не могу. Они хотят выиграть. Каждый из них хочет забрать 5000 рублей. И находки того, кто проиграет. Поэтому не буду им мешать. И пусть разрывают. Готовы? Да. Дима, уже смотрите, как стал, как кенгуру. Погнали. Опа, сразу прыжок. Ну, молодец, Дима. Вот это правильно делали. Опа. Драка, драка. Что-то есть. Там латун. Латун. Оу, щит. Латун. Могила. Подожди, проверь его. Может, это... Стой. Сейчас. Ну, что тут свое? Цинкарь, вроде. Проверь надо. Это надо... Это надо... Когда находите латуневые краны, их надо чесать. Не об мусорный бак. Это металл об металл будет. Абабасвальт. Он как наждак. Это как наждачная бумага. Так, и теперь смотрим. Ребят, если белым цветом отдает, то это цинк. А его принимают по цене металлолома. Белым отдает. Это цинк. Это шляпа. Это цинк. Это можно дворнику оставить. Он это сдаст. Ну что? Да галяк тут какой-то. Некран твой, некран. Как это некран? Да так. Он целуминовый. Что, ребята, мне у вас бросать? Давайте, ребята, что делайте. Посмотрим. Можно и нам свежачка сразу. Свежачка. Пакет. Так, ребятушечки, тот кормилица. Вот она. Налетайте, Орлой. Сразу отмашка. Что нашел, Дима? Оригинальные Найки. За одну секунду просто. Не надо там еще найти. Оригинальные Найки из помойки. Так. Они целые? Да. Кост, а ты тут даже не порылся. Я смотрел, вот, на зону что-нибудь. Вот тут. Я знаю. Ребят, смотрите, какую-то сумку нашел большую. О, Димон, так это для находок. Сразу сюда складывают. Потому что у тебя-то их уже много. Вот, кроссовки, куртку покажи, что ты за куртку нашел. Вот, куртку покажи. Куртку бомжеватая, сыплется дешевая кожанка. Ценности не представляешь. Сюда поближе. Че? Че? Расскажи. Подходи ближе. Ну, подошел. Что такое? Че? 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 Да, все нормально. Успокойся. Я наезжать не собираюсь. Ты расскажи, почему ты сегодня лидируешь. Ну, тут тебе реально... Потому что помойки на моей стороне сегодня. На моей. Поэтому и лидирую. Потому что меня сейчас помойка кормит. Меня. То есть ты просто везучий сегодня, да? А я не везучий. Ну, удача, значит, на твоей стороне. И кормилицы. Пошли идти к Артуру. Че у него там? Блин, он че-то ничего не находит. Артур, ну что там? Вот, вот это. О, нашел че-то? Да ладно. Совок. Целый. Че будешь... Набор для фетишиста. Очередной он нашел. Прошлый твой был. Ну, короче, вы видели сами. Набор для фетишиста Артур нашел. И вот такой вот совок. Мини, шляпный, дешевый, видно. Но совок целый, в принципе. Но цена ему 20 рублей на барахолке. Лифчиком всем цена 100 рублей. А лифчики за 100 рублей можно продать. Так только ему на свои находки складывать себе. У него вот. Ты туда лифчики его заставил? Точно они там? Вот его лифчики. Ага. Вот моя голова. Он презерватив. Это реально со сперма в случае. Вот со сгущеночкой. Это со сгущеночкой. Да это презерватив со сгущенкой. Да что тут такого? Ничего страшного. Дима-то уже старичок. Бляд, ну реально хочу почему-то, чтобы Артур выиграл. Просто он новичок. Хочу, чтобы он порадовался с помоечки максимально. Дима-то его постоянно кормилица радует. А Артуру такое вот. Раз в жизни первый раз пригодится. Первый раз в жизни у него такой сегодня. Крутой день. Что это такое? Так, пацаны, я же вам говорил, вот там стоит. Крем. Или не крем. Думаю, можно оставить. Классно. У ребятушки следующая кормилица. И я уже чувствую запах жареных яичек. Потому что у кого-то они сейчас пригорят. Потому что кормилиц здесь очень много. И чтобы их все разорвать, нужно много физических сил. Пацаны уже заряжены и готовы. Все, понеслась. О-о-о! Ахуеть-то! Что там, Дима, что там? Что же там, Дима, что же? Аптечку достал. Лови аптечку называется. Полные пивные кеги, очень взрывоопасно. Первое, вот то, что я извлек. Нифига себе, давай показывай. Автомобильная аптечка в полном комплекте. О, щит, еще и ножнички есть. Нормально. Сумка Ашан. Для находок. Надеюсь, я сейчас не достану утюг. Боя, чудо, нет, от меня очень сильно отстает. А что, в них тут дворника лезешь, а? Снимай. По одному оставили. Разные. Куртка. Ладно, потом посмотрим на нее. Дима, что там у тебя? Еще одна сумка, шар, старая, причем очень. Давай, не! Что сейчас? Серда. Хорошо выглядит? Хорошо, без накипи почти. Шайник, проверь сюда, не трогай. Я не отберу. Проверь сейчас. Нет, без встречи, это просто разводы. Опытный парень. Чайник, чайник. У меня сейчас будет. Опа. Что там у вас? Вот эту штуку мы забираем. Куртка, льди, мне они сезон. И швабра тоже, чайник норм. Не надо. Тут может быть медь, но ее тут всю повырезали. Сейчас. Не идет. Нет? Нет, не отберем его, не берем его туда. О, чулочки. Другой у нас тоже. Да. Я не расстраиваюсь. Мочелки я взял. Так, ну что у вас? Вообще голя? Нет. А у тебя как? У меня чайник. О, так, ребят, давайте смотреть, что у нас Артур нашел. Какая-то курточка на продажу. Сейчас посмотрим, может что-то интересное. Что за бренд? Хуйденайдеш. Да, бренд Хуйденайдеш, потому что это на рынке продают. Нифига. А в карманах все проверил? О, нифига себе. Сарамэн, ребятки, нормально. Ну она правда потасканная, но с виду так нормальная. Если ее постирать. Это можно продать на барахолке рублей за 50. Нет, почему? Это сезон, весна она. Это весна, это не зима. Весна это, да. Кажите руку. Шваброчка бушная. Нет, это не пойдет, чувак. Ой-ой-ой. Ее кто-то до этого забыл отжать, и мы водой полили чайник. Фактический чайник. А он с трещиной? Нет. А я заметил трещину. Хундай. Ну нормально. Хуйдай. Надеюсь, будет работать. Ну это цена 100 рублей ему. Полтинник. На одни-то можно за 100. И даже за 200. Я за 300, когда раньше продавал. Ну как-то шляпненько. Что там у Димы? Ну рассказывай. Аптечка фест автомобильная. Что внутри? Полный комплект. Корвалол, зеленка, йод, вата, ножницы даже есть. Новые, хорошенькие. Ну аптечку тоже можно продать, но она скорее всего просрочена. Пара чулков. Сумка там. Чулки по чем продаешь? По 20. Отлетают со свистом. Скрибок. 20 рублей. Медный кабель. Порядка 50 грамм меди толпажин. Раритет. Да-да-да-да-да. Слушай, ну Икея же закрылась, поэтому сумку из Икеи можно продать, ну, рублей за 500, наверное. Если не больше. Видел, что на Авито продают из Макдональдса эти соусы по 5000 рублей. То сумку из Икеи можно тоже за 5000 рублей продать, получается. Погнали дальше. Думаю, уже дело к финалу приближается. Потому что мы уже обошли так нормально кормить. В принципе, достаточно. И дождик капает. Нормальные штаны. Это ты сейчас у конкурентов из-под носа их забрал? Нифига ты смельчак. Так это Артуру штаны. Вот тебе штаны, Артур. Большие? Я думаю, да. Не, да, что-то широкие они. Пошли после конкурентов. Пошли, пошли. Дима, мы тут алюминий. Я урвал чемодан и убрал уже находки. Это ты забрал? Да. А что? О, тени, дотя. А что ты не накинулся-то на чемодан такой топовый? Я вообще думал, мы его брать не будем. Да ты что, конец, это 500 рублей. Да он вообще шикарный. Мне, кстати, нужен чемодан. Вот косяк маленький. А что он такой тяжелый? Я у него находки уже убрал. Да это фигня, а не косяк. Короче, нашел чемодан. Цена этому чемодану на уделки 500 рублей. На Авито можно продать за рублей 700-800. Единственное, на его косяк, это чуть-чуть надорванная часть ручки. Это не помешает им пользоваться. Так как все его работоспособности, молнии, и все целое. Рыбитушечки подошли к очередной кормилице. Вот она, сытная. Тут очень много буреночек. Пацаны уже наготове. И сейчас я им дам отмашку. И, кстати, до этого я им тоже давал отмашку. Готовы? Да. Опа! Ой-ой, какой коляк. Какие пчелков-то стоит. Выбросили человека. Он прошел крещение помойкой. Что, реально ничего? Вы тут так набедели на них. Как будто... Пусто, пусто, ничего такого. А теперь куча челков. Считаем пары. Раз, два, три. О, это мне носочки новые. Четыре, пять. Мини. Кому тебе? Мини. Новые носки. Шесть. Семь. Оторвал, хоть коротко в хорошем состоянии. Что за бренд купит? Монтито коллекцион. Мон... Мохито? Мохито коллекцион. Как? Коллекцион. Какой коллекцион? Чего? Мохито. Слышно, срантур. Твое мнение, эксперта, брать или... Опа. Это нормально. Вот это уже... Это ты где взял? Вот в этой. Лежала здесь. Ну, это победа. Ты чё? Днёвцы дорогие. Он тысячи две стоит в магазине. Две с половиной. У меня одна разочка. Нашкудит. Нормально. Как думаешь, что тут? Не знаю, что тут. А мы не мусорим. Мы аккуратнее. Где? Какой банк? Лом не стоял. Латуневые изделия. Латуневые ключи? Да, тяжелые. 100 грамм латуни. Гид, так может это ключи от квартиры? Сколько ключей, столько квартиры у меня сейчас в кармане. Нормально. Где тут написано, что это нерв? А, точно. Это не оригинальный нерв будет. Давай вот так. Чулков 9 штук. 9 на 20. 200 рублей, короче. Ну, грубо говоря, 200 рублей. 400 рублей в этом пакете лучше. Дамская сумка такая, 100 рублей. Значит, 500 рублей вот здесь находят. И латуневые ключи в довес. А вот сейчас сотка в руках. Больше расстреливай вот так. Давай, верни. Передовой привет всем подписчикам. Всем подписчикам Влада, чтобы все было. Дружно, как и было, прежним. Ну, и чтоб кормилицы еще сильнее кормили. Да, дарили сюрпризы. И хорошее настроение. Стримы надо, кстати. Все, давай. Давай. Все, балдеж. Помоечка кормит, ребятки. Подписчики везде. Хочешь, я тебе подарю носки с помоечки новые? Давай. Вот, сейчас ношу. Тебе отдам. Будет подарок. Будет помоечка тебе греть. Ну, смотри, классный. Амбуши, я такие не знаю. Ребятушечки, напряженные моменты начинаются, потому что мы приближаемся к финалу. И это одна из последних кормилец, которые будут на нашем пути. Честно, очень хочется, чтобы Артур выиграл, но я уже что-то мало верю в твою победу. Поэтому тебе сейчас надо рвать вообще как гиена. Кстати, в помойках вот воняет, нет? Некоторые бывают скотехами такие, прям, не сытные точно. Ну, туда прям не хочется лезть, если прям очень сильно там пахнет. Ну, а так, кстати, смотрел мои видосы, ну, ты это себя так же представлял или не так? Ну, да, ну, я думал это полегче, а когда начинаешь вот так вот рыться, прям, быстро в поисках, это утомляет очень сильно по-спортивному, можно подкачаться. Так что к лету, я думаю, можно вот так вот, если походить, можно и, да, серьезно качать. Ну, руки, по крайней мере, точно. Ну, ты же видел в ВКонтакте у меня фотка с крылышками моими божественными? Да, это все помоечки. Это все помоечки, ребят. Вот, посмотрите на мои крылышки, какие они мощные. Да нет, там фотку вам будет ставить. Я сейчас показываю, что крылышка мощная. Ну, эта крылышка уже не мощная, это чуть приболело. Это, Тима, ну, иди сюда. Залутник ты. Да. Рассказывай, тебе как обо соревноваться с новичком? Тебе не жалко его? Немножко жалко, но соревноваться легко. Легко дается, да, победа тебе везде. Но это, мне кажется, это все-таки удача. Ну, и опыт тоже, конечно. Тут все вместе сыграло. Блин, так говорю, как будто он уже победил. Но еще не последняя кормилица. Поэтому все, погнали. Обувь я даже не считаю, так сказать, все равно на обувь. Вынос на подстатива части. О, так это мне дразнил. Там что? Айфон? Кукла? По-любому чехол. Да. Радусник подъехал. Слава богу, не ртутный. Полностью рабочий и с чехольчиком. Нифига себе. Ребят, да я такой в магазине за 700 рублей покупал, к сожалению. Что? Цепь-то не серебряная, это случайно. Кольцо и цепь. Кольцо серебряное? Вроде там что-то есть, да. Дай посмотрю. Надпись точно есть какая-то. Нет, это бижутерия, видно сразу по цвету. Да, это бижутерия один, сто процентов. Фильтр для воды. О, декоративная елочка. Елочка. Я нашел карты Таро. Прикинь, я карты Таро нашел. Нифига себе. На находки надо гадать. Ну сейчас погадаем на находочке. Ребят, карты Таро, это вообще топовая находка. Классические. А у меня там походу ноутбочная зарядка. Хорошая. Кто-то чей-то домашний. Зубная щетка. Оставил. Зубная щетка. Зубная щетка. Зубная щетка. Ребята, он вибрирует. Ребят, он вибрирует. Это вибратор для клитора. Работает. Ну нормально. Первая игрушка для взрослых за сегодня. Я их люблю. Это мы в сундучок положим в гараже. Прикуриватель от Type-C зарядочка. Можно оставить. Тут женщина только что свежачок поднесла. Прям уже готовый к продаже. Целый пакет вещей. А там уже штаны. Ух ты. Джинсики. Ну это с рынка видно сразу. Ну а не за ужин. Сейчас уже по 150 рублей продавать. Ближе, ближе. Bluetooth мышечка. Но без адаптера подходящего. И вот еще одна Bluetooth мышка. С адаптером. С адаптером внутри. Да. Это может быть рабочая. Это топовая. HP. Дай гляну. Connect. Я понял. Эта мышка шла в комплекте с клавиатурой. И кстати. Тут возможно вот под этой. Вот здесь. Ребят, я же сказал. Она мигает. Она работает. Вон. Замигала. Я же сказал. Крышка открывается. А вот и передатчик. Ребят, видите? Вот он внутри спрятался. Вот он. Так что тебе повезло. Классная мышка. Ребятки, у меня очень замерзли пальцы. Капец. На улице так похолодало. Жесть. Скоро сейчас уже стемнеет. Поэтому мы, ребятки, сейчас будем подводить итоги этого топового челленджа. Так видите, Артур сейчас уже раскладывает свои находки. И сейчас вы увидите в общем количестве все то, что нашли пацаны. Артур и Димончик. Ребятушечки, еще хочу очень вас попросить. Многие меня смотрят без подписки. Это очень обидно. Вот реально большой процент зрителей без подписки смотрит. Поэтому не поленитесь, подпишитесь на этот топовый контент. Вы его 100% заслуживаете. Мне интересно, в начале видео вы ставили ставки на кого-то? Ну вот мои находочки. Тут в принципе все для дома. Я так рассортировал, пока мышки туда. Все, что нужно дома. Елочка для Нового года. К Новому году готовимся заранее. Слово, чтобы дома всегда было у вас чисто, уютно. Чтобы все могли прийти к вам и не испачкаться. Вот топовый чайник у Hyundai. Вот, значит. Такой стеклянный чайник, почти без накипи. Я думаю, он 100% рабочий. Просто кто-то купил подороже и решил выкинуть его. Две мышки, обе рабочих. Еще и с адаптерами подключать можно. Вот эта даже моргает. Она даже еще полностью не села. С батарейками включена. Для подключения Type-C в машине можно зарядочкой заряжать телефон. И что-то похожее на нерф, но я еще не разобрался, как она работает. Две курточки. Она, к сожалению, мне маленькая, но я ее оставлю. Буду ходить на помоечке, если еще позовут меня. И курточка женского. Я подарю своей даме сердце. Поэтому, ребятки, спасибо, что меня огромное позвали. Я желаю всем удачи. Да не штребуха это. Это бебрух. Да, вообще пофиг. И трусики. Носочки, маска для лица, трусы, шляпа всякая, усатая. Пацаны, можно сводка со штребухой? Будьте сводка. Да, конечно. Давайте. Давайте. Парни, ну мы снимаем видео в конце. Слушай, ничего страшного, ну пусть штребух чуть подождет. Давай я тебя сфоткаю с ним. Или ты сам с ним. Да, я сам. Только вот штребух. Не поли, какой штребух, это бебрух. Вот штребух, видите, вот он находки показывает. Кто из лошадей? Вот штребух, вон он. Теперь вы. А теперь покажу свои находки. Во-первых, это чемодан, который стоит 700 рублей. Дим, да ёба народ, давай быстрее. В говно не вступи. Ты видел тут, какая куча он лежит, свежая? Она очень серьезная. Голову мою нахлит. Ой-ой-ой-ой. Дим, ну ты даешь. Ну рассказывай, Димон, чего у тебя по находкам. Во-первых, голова коня. Даже не представляю, сколько она может стоить на Авито вообще. Скребок для машины. Цена ему 20 рублей. Медный кабель, грамм 30 меди, толстоженый. Кроссовки Nike оригинальные. Повтори. Кроссовки Nike оригинальные. Мыльная, рыльная. Вид, как будто бы туда нассали. Так понюхай, проверь. Нет. А что нет? Ну зачем берешь, что ли? Так прям на бур... Да дай я-то понюхаю. Ну проверим. Ну открой мне ешь, однорукий. А, нет, пахнет как надо. Дай понюхать. Мочой? Ну да, моим саниной пахнет, как надо. Ополаскивайте для рта моча. Дальше. Глом. А, это Айка с Type-C зарядкой, но крышечки нет. Наконечника нет, острье целое. На барахолке продастся, ну не знаю, за сколько. Я такие новые уже не продавал. Дальше. Фаллоимитатор. Полностью рабочий. Вибрирует. Банковская карточка. Бижутерия. Карты Таро. Электронная книга. С чехлом. С чехлом. Может даже рабочая. Вид у нее в очень прям хорошем состоянии. Продать можно рублей за 500 рабочую. Аптечка. Фест. Автомобильная. Зарядка для наутбука. Топ-он. Ключи латунные. Пойдут на латун. Лучше бы они были от квартиры с документами на квартиру. Пакет женских челков. В количестве 10 штук или 9 там было. 200 рублей цена. Кому-то мне их покупают по 20 рублей. Кожаные мужские ботинки. 200 рублей на удельный. Каблуки женские, летние, красные. 100 рублей. Еще фляжка. Слишком мужская для тебя, пидор. Лифчики тоже есть в наличии. И шмот. Самая прикольная шмоток это куртка. Зимняя такая теплая. Куйдинай Дэш Брэнш. И пары джинс. Нирванах. Все эти шмотки оцениваю в 500 рублей. Ну в 600. Вот этот. А самое интересное еще. Этот чемодан. Полностью комплектный. Нирваны и молнии все работают. 700 рублей. От массажера отчасти. Их я оценивать не могу. Потому что даже не знаю от чего. Ни от какого массажного стола. Или что это. Ну вот как-то так. Вот и все находки. Ребятки не ожидали такой концовочки. И я в принципе это предполагал. Что Дима победит. Как видите визуально. У него намного больше находок. Чем у Артура. Но Артур сегодня первый раз рылся в кормилицах. Он молодец. Это смелый парень. Реально. Не каждый бы на это решился. Я как эксперт. Сейчас оценю. Стоимость всех этих находок. Мне кажется. Это ты Дима все продашь. Ну за тысячи четыре. Вот. Голова вот эта ценная. Я думаю тысячи за полторы уйдет. Ну и все остальное по мелочи. Короче. Я думаю ребятки. Что Дима заработает. Четыре тысячи рублей. Посмотрим. Что тут у Артура. Ну у Артура все конечно. Очень печально. Но ничего страшного. Видишь. Удача она не на каждый день у нас. С нами удача. Артура находки я оцениваю в. Ну 400 рублей. Потолок прям ребят. Потолок 400 рублей. В этом топовом челлендже. Как вы могли заметить. Победил Димон. Поздравляю Дима. Победил Димон. Он пять тысяч рублей забирает. И твои находки он тоже забирает.